Всем привет, мои дорогие! Вы снова на канале вкусной и полезной кухни. И сегодня я по вашим многочисленным просьбам покажу, как же я делаю холодец со свинины. Холодец не только вкусное, но и очень полезное блюдо. Тем более, многие знают, что у моего мужа перелом бедра. И по рекомендациям врачей мы сейчас стараемся есть холодец, делать чаще, потому что он полезно, оказывает влияние на срастание косточек. Что нам понадобится для приготовления холодца? У меня это две свиные ножки. Именно они способствуют тому, чтобы холодец был желейным, без желатина. И четверть свиной головы. В свиной голове очень много мяса, и поэтому отдельно кусков мяса нам не понадобится. Также нам понадобится 3 луковицы, 1 морковь, у меня это 5 маленьких зубчиков чеснока, черный перец горошком, лавровый лист и, конечно же, соль. Так, что мы делаем вначале? Я хорошенько прочистила наше мясо, очистила полностью от кожи, от всего-от всего, не от кожи, а от шерсти, которая на ножках, от всего черного, ненужного. Вот таким вот образом, совершенно чистые у меня части мяса. Также хорошенько почистила голову. Вот такой вот у меня кусочек. И теперь нам нужна большая кастрюля, куда мы будем все это плотненько укладывать. Я возьму казанчик, вот таким вот образом укладываю наши части мяса. Так, ну и дальше, что я делаю? Я заливаю наше мясо холодной проточной водой, примерно, чтобы оно на сантиметр покрывало его. Сейчас вот у меня немножко выглядывает, ничего страшного, потому что мясо уварится, и оно немножко осядет. И ставим на огонь до закипания. Так, ну что, мои дорогие, следующий этап. Мы не даем нашей воде закипеть. Когда она почти что закипела, и появилась вот такая вот пена, вот так вот покажу вам, мы сливаем эту воду. То есть я вам сегодня показываю рецепт холодца, как делаю именно я. Для чего мы сливаем воду? Вместе с пенкой, чтобы наш холодец был прозрачным, красивым. Я люблю, когда наш холодец прозрачный, красивый. И для этого я сливаю первую воду, когда мясо еще не закипело. Мясо вытаскиваю в чашечку. Вот он, наш чистенький казанчик. Затем я промываю это мясо еще на раз в холодной воде от всей образовавшейся пенки. И снова укладываю его аккуратно в наш казанчик. Затем я снова наливаю холодную проточную воду. Добавляю сюда наши коренья. Это лук и морковь. И снова ставлю на большой газ и буду варить наш холодец. Сначала, когда вода закипит, будет большой огонь. Я опять же сниму пенку, которая образуется сверху. Затем поставлю на более-менший газ и буду варить 3-3,5 часа. Прошел ровно час, как варится наше мясо. И мы добавляем соль по вкусу. Затем лавровый лист. И черный перец горошком. Теперь еще варим 2-2,5 часа. Так, ну что, прошло 3 часа. Смотрите, как разварилось наше мясо. Оно почти что сошло в косточек. Само по себе так и должно быть. Теперь что мы будем делать? Мы уберем лук. Он нам, в принципе, не понадобится больше. Аккуратненько убираем его. Так, мясо я буду перекладывать в отдельную чашечку. Аккуратненько, чтоб не обжечься. Так, морковка нам понадобится. Ей мы будем делать украшение для нашего холодца. Так. Мясо выкладываем в отдельную чашку. Бульон мы пока отставим в сторону. Пусть тоже он немножко остынет. И потом мы его процедим. И также где-то час даем остыть мясу. И потом будем его разбирать с вами. Так, ну что, прошло примерно полчаса. Наше мясо остыло. Я беру сито. Желательно взять его поменьше, еще помельче. У меня только такое есть, поэтому беру его. Душлаг даже, я бы сказала. И процеживаю наш бульон. От всех косточек, от черного перца, горошка и всего ненужного. Вот таким вот образом. И теперь наш бульон я еще раз закипячу. Пока закипает наш бульон еще раз, мы разберемся с вами с мясом. То есть, что нам нужно сделать? Конечно же, вот такие всякие части жира, потом кожи. Мы класть в холодец не будем. Нам нужно отделить мясо и от косточек, в первую очередь. Во-вторых, от жира. И взять только мясо. Нас интересует только мясо. То есть, вот этот весь жир мы просто срезаем и убираем. Самая, наверное, кропотливая работа, это убирать вот этот именно жир и разделывать мясо. Так, ну и наше мясо мы будем резать, ну не слишком тонкими кусочками. Примерно вот такими. И складывать в отдельную чашечку. Примерно вот таким вот образом должно у вас получаться. То есть, видите, кусочки не слишком мелкие, но и не слишком крупные. Так, ну что, мои дорогие, наше мясо готово. Теперь займемся морковкой. Нарезаем ее кружочками. Можно и соломками, или цветочками, как вам нравится. Просто нарезаем кружочками. Затем чеснок я натерла на мелкой терке. Можно использовать чеснокодавку, разницы в принципе нет. И будем собирать наш холодец. Берем две глубокие чашечки. Так, на низ я положу морковку. Ну, это чисто для красоты, знаете, морковка. Опять же, повторюсь, это элемент декора. Особой важности не имеет, как вы его будете делать. Так, вот он бульон. Он прокипел еще раз. Мы с него снимем немножко вот эту вот пенку, образовавшуюся. Она нам явно не нужна. Чтобы он был более такой прозрачный. И добавим в бульон наш чеснок. Хорошенько его распределим, чтобы он не был комком в одном месте. Так, теперь, ну, осталось дело за малым. Нам остается только положить мясо в наши формочки. Таким вот образом, поровнее, чтобы это было красивее. И заливаем наш холодец потихонечку, аккуратненько, чтобы цветочек наш не всплыл. Нашим жирным, наваристым бульончиком. Ну что, мы наш холодец залили бульоном. Теперь оставим остужаться при комнатной температуре. Потому что сильно горячий в холодильник ставить нельзя. Когда холодец остынет до комнатной температуры, мы поставим в холодильник, желательно на ночь. А завтра с вами уже будем смотреть, что у нас получилось. Так, ну что, мои дорогие, у нас уже следующий день утра. Всю ночь холодец стоял в холодильнике. И сейчас мы его с вами достанем на красивую тарелочку. В принципе, можно его и не доставать. Можно и так есть в тарелке. Тоже вариант. Но покажу вам, что получилось. Все-таки нужно перевернуть. При желании, вот эту жирную пленочку сверху можно снять. Но я этого делать не буду. Так, ну что, давайте достанем нашу красоту на тарелочку. Сначала я лопаточкой потихоньку по краям немножко дам ему отстать. И потом буду переворачивать. Так, ну что, момент Х настал. Вот такая вот замечательная красота получается. Сейчас я вам поближе все покажу. Так, ну что, мои дорогие, второй холодец я тоже достала из тарелочки. Посмотрите, как красиво смотрится. Такая желейная форма трясущаяся. Мало того, что он красивый и очень вкусный, он еще и полезный. Как я вам говорила в начале видео, у нашего папочки перелом. И врачи посоветовали ему есть холодец, чтобы быстрее косточки срастались. Поэтому советую вам обязательно приготовьте по моему рецепту. Сейчас мы еще вместе с вами разрежем. Посмотрим, как будет смотреться в разрезике. И, конечно же, попробуем. Так, ну что, мои дорогие, кому понравился рецепт, ставьте лайки. В ближайшем будущем я еще засниму вам рецепт рулета из свинины. По старому, очень вкусному рецепту. Так что обязательно подписывайтесь, оставайтесь с нами. И давайте же разрежем, посмотрим. Так, ну что, давайте разрежем, посмотрим, как он смотрится в разрезе, наш холодец. Вот такой вот аппетитный кусочек. Смотрите, там сколько мяса, как смотрится в разрезе, очень красиво. И сейчас будем пробовать. Вот так вот поближе вам покажу, Ну, потому что в последних роликах вы меня просите все разрезать, пробовать и показывать в разрезе. Вот, пожалуйста. И давайте попробуем нашу вкусняшку. Что тут получилось? Мне одной рукой не очень удобно, но... Ммм, очень вкусно. Попробовала я наш холодец. Несомненно, очень вкусно получилось. Поэтому еще раз советую вам приготовить. Его обязательно для своих родных, близких побаловать. Мужчины просто в восторге от холодца. Можно его готовить как повседневно, так и на праздничный стол. Вот такой вот красивый, желейный холодец у нас получается. Так, ну что, я на этом буду заканчивать наше видео. Всем пока-пока и приятного аппетита! Субтитры сделал DimaTorzok